А между тем, вчера в Якутске состоялось открытие отборочных соревнований к финалу 6-го национального чемпионата молодые профессионалы WorldSkills Russia 2018. В первый день приняли участие около 100 человек. Это конкурсанты и эксперты из разных субъектов России. Один из которых сегодня у нас в гостях. Это Максим Жоркин, главный эксперт Союза WorldSkills Russia. А также к нам присоединился Андрей Попов, заместитель министра образования и науки нашей республики. Доброе утро. Итак, сегодня наша республика принимает участников финала 6-го национального чемпионата молодые профессионалы. Как вообще проходит чемпионат? Как он начался? Сколько участников? С каких они регионов? Да, действительно, у нас с 21 по 27 мая в стенах Якутского колледжа связи энергетики имени Петра Ивановича Дудкина состоялись отборочные соревнования на право участия для финала России в Южно-Сахалинске. В этом году у нас 6 компетенций. Это такие новые компетенции в основном по IT направлению. Реверсивный инженеринг, промышленная автоматика, веб-дизайн и так далее. В этом году у нас более 300 участников из 56 регионов нашей страны. Максим Сергеевич, Вы представляете очень интересную компетенцию. Вообще расскажите про работу Вашей компетенции. Участники нашей компетенции выполняют задания в течение трех дней. Она заключается в бесконтактной оцифровке объектов, компьютерном моделировании и так далее. То есть участники работают по 4 часа у нас. В первый день они оцифровывают 3D-сканером объект. Прежде его калибруют, естественно. В последующем они его восстанавливают и моделируют. А что такое реверсивный инженеринг? Что это такое и чем он может полезен для нас? Реверсивный инженеринг – это обратное проектирование. То есть, имея детали, мы можем построить чертежи. Также реверсивный инженеринг применим в разных областях, в том числе медицинская техника, промышленная техника, автостроение и так далее. Для Вашего региона реверсивный инженеринг применим крупным предприятием производственным, где используются мощные станки, где нужно их ремонтировать, восстанавливать. Можно сразу на месте быстро восстановить какую-то деталь, то есть импортозамещение с деталей. Также вот в ювелирном, в алмазном деле тоже. А, наверняка, Андрей Анатольевич, в этой компетенции наши ребята участвуют, да? Или нет пока? Да, у нас участвуют из всех шести компетенций, у нас по пяти компетенциям есть участники. И, конечно же, они готовились к этому чемпионату. И в рамках данного чемпионата мы, конечно, ждем успехов от наших ребят. Вообще, наверняка, у наших ребят уже есть успехи, причем неплохие успехи в движении вообще в целом, да, у «Олл Скиллс»? Да, конечно, действительно, у нас по итогам прошлого года, 2017 года, наша республика занимает 10-е место по всем субъектам Российской Федерации. Как вы знаете, у нас 85 субъектов по всей России, да? И первое место по Дальневосточному федеральному округу. Это по итогам Союза «Олл Скиллс» Россия, который у нас проводился в городе Москве. И одним из таких больших крупных достижений у нас является получение медальона нашим студентам. Это Кирилл Степан, выпускник Якурского торгово-экономического колледжа. Он в прошлом году в Ведневных городских эмиратах в городе Абудаби получил медальон по направлению кондитерское дело. Да, мы, кстати, слышали про это. Ну, вот вчера стартовали, да, отборочные соревнования. Ребята готовятся к самому финалу, который состоится в Южно-Сахалинске, да? Вот когда именно состоится финал, напомните, пожалуйста. Отборочные соревнования у нас проходят около 10 субъектов Российской Федерации. Они будут проводиться до конца июня, до начала июля. Потом в августе мы планируем выехать в Южно-Сахалинске для участия в финале России. Ага. Ну и, Максим Сергеевич, наверняка вы, как главный эксперт, хотите, да, что-то пожелать участникам, чтобы они добрались до финала. Все участники уже молодцы, они уже добрались до всероссийских отборочных. То есть это лучшие ученики, да, которые уже заняли первые места, чтобы попасть на всероссийские отборочные. Я им желаю не останавливаться на достигнутом. И они дойдут до национального чемпионата. Вы впервые в Якутии, да? Да, впервые в Якутии. Как вы находите, как наши подготовились к такому масштабному мероприятию? Организация очень хорошая в колледже. Материально-техническая база очень хорошо развита под прием компетенций, который проходит. Логистика хорошая. Участники тоже довольны. Ну, то есть у нас есть все шансы, да? Огромное вам спасибо за участие в нашей утренней программе. Приходите к нам еще уже с результатами наверняка, да? Я думаю, что в конце всех вот отборочных мероприятий мы с вами еще увидимся.